МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем! Пришло время ловли на балансир. Как и обещал, у меня в руках черный пират, видеообзор которого мы сегодня и сделаем. Значит, пачка выглядит следующим образом. Лицевая сторона. Тыльная сторона. Информация об используемых технологиях. Описание краткое на украинском и на английском языке. Штрих-код и информация о производителе. Какая рыба на нее бьет. Сверху заклеена голографической пломбой. И снизу тоже заклеена голографической пломбой. Исключающий подделку. Ну что, теперь открываем. У нас заявлено размеры балансира 60 мм, 75 мм и 90 мм. То есть, если вы посмотрите... Достаю из пачки. 60 мм. Ах, цепкие крючки. Пачка. 60 мм. 75 мм и 90 мм. Вот с 90 и начнем. Отливаем его отсюда. Вот он вот такой вот упакованный. Это будет у нас на руках. Вот что он из себя представляет. Рыбка имеет натуральный окрас. Достаточно увесистая. С двух сторон крючки. Безусловно, острые. И снизу подвешен тройничок с бусинкой. В данном случае с желтой. Но попадались в неупаковки, где была и белая, и красная. То есть, они разноцветные, не обязательно одинаковые. Флюоресцентные. Выполнено качественно. Увесистый. Достаточно увесистый. Сегодня мы его использовать не будем. Глубины у нас до двух метров. Поэтому возьмем вот этот 70 см. Вот сейчас я его оторву. Очень острый. Очень острые крючки. 70 см. Вот такой вот он сделанный. Тоже с бусинкой. Тройник, бусинка. Ну, как бы все по стандартной программе. Это, наверное, оптимальная золотая середина. На глубины до трех метров. И, в принципе, на течении. Он достаточно увесистый для того, чтобы ловить на течении. Подойдет для ловли щуки. Как крупные, средние, так и окуня. Тоже по полной программе. Ну, и самый маленький. Ну, наверное, самый удаленький. Тоже для ловли окушка. Идеально подходит для ловли окушка. Тоже крючки спереди, сзади. Тройник, бусинка. Уже белого цвета. Тройнички меняются. Все по стандарту. А крас натуральный. Итак, учитывая то, что мой опыт ловли на балансиры минимален. Скажем, практически отсутствует. Я попросил Володю Воротняка помочь мне и протестировать данные балансиры на этом водоеме. Субтитры подогнал «Симон» Ждем минут пять, чтобы рыба успокоилась после шума, который я наделал буром. Будем начинать облавливать слунки, которые я пробурил первую. А сколько ты сейчас набурил лунок? Сейчас, наверное, не считал, но в районе десятка, может и больше. И пять мы еще подготовили перед этим, да? И пять подготовили перед этим. То есть у нас сейчас для экспресс-облова будет в районе лунок 15. В каждой лунке мы сделаем не более чем пять проводок, пять подбросов. Если рыба активна, она будет атаковать приманку сразу же. Если не будет атаковать, значит следует перейти на следующую лунку. Для того, чтобы не тратить время не зря. Так что так, ждем немножко. Легенькая передышка и в бой снова. Со средним балансиром пойдем по 20 лункам в режиме нон-стоп. Я тоже беру камеру и начинаем снимать две камеры. Все, поехали. Я беру балансир иду к Володе и начинаем снимать. По шию. Камера. Камера и поехали. Володя, кстати, скажу, он сейчас тестирует на глубине. Балансир самого большого размера, потому что стол ловит на жерлице из ребят. Считай, здесь, грубо говоря, проходит самое глубокое место водоема. Здесь неплохая крупная щучка, где-то килограмма по два. Максимальный экземпляр где-то три килограмма, как бы ее владельцу не хотелось, чтобы она была пять, но она три. Пойдем, пойдем. Так, подождай, у нас отстроен. Называется Фальштадт, это не считается, потому что Волод шел, пока мы все на другую лунку решили проверить. Покажи еще раз, подойди, подойди, давай, Юля. Чтобы засечь. Значит, коп, баланс. Удочка. Удочка, удочка. Удилища, расскажи про удилища. Да что удилища? Удилища, в принципе, не имеет большой разницы, какое использовать, потому что само предназначение его, это катушка, которая наматывает леску и чувствительный кивочек. То есть фальстик, он как бы играет посредственную роль, но было бы неплохо, если бы он был эластичный, отрабатывал рывки, рыбы. То есть, в принципе, это не критично, если он будет слишком жесткий. Самое главное, чтобы кивочек четко отрабатывал игру балансира. То есть, после того, как вы подбросили балансир, приводняется в определенном месте, на дном, рисует восьмерку. И вот этот момент, когда балансир находит свое место, должен четко вам показывать кивочек. Он, как правило, немного изгибается и пребывает в нагруженном состоянии. То есть, вы чувствуете непосредственно тяжесть от балансира. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...